Теперь обо всем по порядку. Элеваторы принимают зерно нового урожая. В северном Казахстане работают 52 лицензированных хлебоприемных пунктов. Их общая емкость почти 6 миллионов тонн. Компания Нур-Астык-ЛТД поставила на элеватор села Кондратовки 10 тысяч тонн зерна. Влажную и сухую пшеницу везут со всей области. Кристина Горбаченко расскажет, как сохраняют зерно. Начинается все здесь, в производственно-технологической лаборатории. Перед приемкой зерно тщательно исследуют. Сейчас пробу берут с машины Туастан Мамлюцкого района. Натуру, влажность и кликовину проверяют вот на этом французском приборе. Инфранео. Приобрели его 5 лет назад. Раньше на анализ уходило около 2 часов. Теперь 40 секунд. Определяем качество. Ну, как бы говорится, инфранео прибор прибором, но ручной способ еще никто не отменял. Поэтому среднесуточные образцы мы также отмываем руками. Мы работаем круглосуточно, так как у нас на данный момент запас сырья есть, пшеницы, и мы сушим его. Сушим, подрабатываем, круглые сутки работаем. Приемка ведется до часу ночи. Здесь же специалисты проверяют зерно на наличие вредителей. Говорят, в осенний сезон их меньше, чем весной. После пшеницы отправляется в очистительно-сортировочный корпус. В первую очередь – грубая очистка. На специальном оборудовании качественные зерна отделяют от колосьев и прочего мусора. А здесь ведут контроль за температурным режимом. Зерно не сильно влажное, поэтому 100 градусов для сушки достаточно. При необходимости можно увеличить. На элеваторе сегодня работают в штатном режиме. В день принимают до 40 машин. В 2015-м было в два раза больше. С начала уборки сельхозтоваропроизводители сдали на хранение и сушку 10 тысяч тонн зерна нового урожая. Здесь мы заготавливаем зерно. В объеме где-то 35 тысяч. Это у нас складские помещения зерновые. 11 складов. Есть силостный корпус. 4 900 тонн. Зерно поступает в последнее время влажноватое. Где-то 18%. Приходится это зерно сушить. Зерно отправляем сейчас в Афган. Часть курганцы брали у нас. Ну, сейчас пока не берут. А в основном в Афган и зерно, и мука. Есть здесь и мельничный комплекс. Муку реализуют по Казахстану, экспортируют в Афганистан. Трудятся на предприятии на постоянной основе 50 человек. Еще около 30 привлекают на сезонные работы. В этом году на ХПП стали принимать и масличные культуры. В складах около 150 тонн льдна. Кристина Горбаченко, Желдезбек Ермуканов. Новости МТРК.